И мы начинаем. Добрый день. Я приветствую всех журналистов, которые находятся сегодня на площадке мультимедийного пресс-центра российского агентства международной информации РИА Новости. Я приветствую нашего гостя, председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Алексея Константиновича Пушкова. Сегодня мы подводим итоги деятельности Комитета по международным делам, завестившие полгода. Алексей Константинович, пожалуйста, Вам слово. Эти полгода были достаточно насыщенные и для всей Государственной Думы, и для международного комитета. У нас было несколько основных направлений деятельности. Комитет много занимался сирийским. Поездка Дмитрия Анатольевича не сопровождалась обсуждением территориальной проблемы в нервозной манере. Он достаточно спокойно съездил на эти острова. И никаких враждебных заявлений в адрес Японии сделано не было, насколько я знаю. Никакой попытки обострить спор вокруг территориального вопроса тоже не было. Обострение возникло с японской стороны. Тут, мне кажется, мы вообще присутствуем при достаточно серьезной проблеме. Дело в том, что какие бы ни были споры у нас с Японией, на настоящий момент в любом случае Южные Курилы являются частью Российской Федерации. Почему японская страна так удивляется, если в 2010 году Медведев, будучи президентом, тоже ездил на эти острова? Так что, мне кажется, если у кого-то это вызывает удивление, во-первых, надо перестать удивляться. Это будет полезно. Во-вторых, исходить из того, что это международно признанная территория Российской Федерации. Если у Японии с этим не согласны, она не согласна, я знаю. Это является между нами предметом переговоров. Но, если начинаются вот такие демарши, то сам смысл переговоров утрачивается. У меня возникает ощущение, что на самом деле речь идет не столько о ядерной программе, сколько о том, чтобы создать условия для смены режима. Вот примерно то же самое, что сейчас происходит в Сирии, но в Сирии это происходит грубыми методами. А по отношению к Ирану задача состоит в том, чтобы сменить режим, чтобы добиться прихода к власти людей, политических сил, которых на Западе сочтут более подходящими для системы американских национальных интересов.